Недавно доклад Рент, очередной, что провоцирует путинскую Россию. Сдерживание без непрестомерной справки, как называется доклад. Как они делают дорогу, тут все, пока до полезка, то уже снова эмонтировать его. Как раз описываются варианты, каким образом необходимо провести красные линии, чтобы Россия забыла про свои экономические интересы, Да, тихо сидел у себя в своих границах и думал лишь о том, как бы не потерять, как бы ее держать. И где же, в чем эта гениальная мысль, где будут красные линии провести? Да, вот в этом-то проблема, что красные линии завезли. Да, красные линии вообще это вот вещь такая дурацкая, если честно. Потому что сама декларация красной линии – это провокация. Да, и красные линии, вот, естинный элемент, ее можно проверить, может, с помощью действий. Да, а любые действия у красной линии, они создают такой вот потенциал для эскалации проблемы. Очень серьезный. И кто знает, вот это учение, которое, там, Россия не объявляет противников этих учений, Там просто написано, что противником НАТО или будет восточноевропейская страна Сопоставимым потенциалом на силу. Ну, понятно, против кого, да. Но вот если те же самые кибератаки на нашу инфраструктуру, Вот это красная линия или не красная линия, Если отключатся какие-то важные объекты. Они не знают, они этого боятся. Ну, такие, как они у нас будут, вот это, это мечта, там, вы озвучили, как-то, Чтобы Россия просто забыла и сидела у себя в себе в тайге тихо. Это как они собрались добиться? Ну, в первую очередь, это как раз лишить возможности России торговать с ее, Вот эти вот разорвать эти связи. Для этого делается, ну, достаточно много. В том числе, вот почему я говорю, что... А вы же за городом живете, да? Да? За городом живете вы, да? Да. Ну, я уже не знал. Ну, я недавно что-то. А, вы недавно? Потому что, когда страна показана, как избой, как темные силы и так далее, то это заставляет политиков принимать решения экономического характера. За второй год. То есть, если Россия объявлена токсичной страной, ну, практически так, токсичной страной из-за коронавируса, и мы нашли... Ну, как бы я там знаю, где некоторые. Да, вирус придумали. Нам придумали, что мы хуже каких-то. И сейчас европейские политики будут закрывать глаза на экономику и голосовать за то, чтобы продлевать санкции в отношении России. Да, вот в том числе война памятников этому помогает. Война с нашими памятниками. И нам с этим необходимо бороться с вами таким серьезным образом. Вот на уровне законодательства, на уровне принятия решений, ну, такого же санкционного характера в отношении и европейских политиков, и европейского бизнеса, и тех, кто наносит ущерб и памяти, и памятникам. И что еще важно в этой концепции сдерживания, к сожалению, что концепция быстрого глобального удара, она сохраняется. То есть, уменьшение ядерных боезарядов, увеличение количества подводных водок, вносить летних зарядов, нанесение удара на дальние расстояния, использование космических средств. Вот туда пойдет их стратегия. То есть, это серьезно. Но есть время. То есть, это планы. Будет реализованы. Потом, на тому же космосу, будет 30-го года, то есть, еще 10 лет. За 10 лет много, очень многое может измениться. Мы сейчас должны будем прерваться буквально на несколько минут, у нас новости впереди, и сразу после возвращаемся по кому. Формула смысла. Реклама. Его стихия Боря. Ваша комфорт и уверенность. Он несется сквозь снегопад. Вы удобно устроились, слушая мозгу. Сильный снаружи. Спокойный. Вопросы. Новости. В медицинских учреждениях в самой различной степени тяжести находятся 21 российских туристов. Информация о погибших гражданах России, в том числе о детях, сейчас проверяются сотрудники Генерального консульства России в Пхукете и консульского отдела посольства России в Бангкоке на постоянной связи с компетентными органами, медицинскими учреждениями Таиланды, туристическими агентствами для выяснения подробностей происшествия. Владимир Путин в поздравлении российским дипломатам с профессиональным праздником отметил их вклад в стабилизацию обстановки в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Слава государства подчеркнул, что российская дипломатия всегда решительно и последовательно защищает интересы страны. Он также отметил важность наращивания усилий по обеспечению прав соотечественникам за рубежом на защите русского языка и исторической правды. Это особенно актуально в контексте семейства в середнем юбилее Победы, говорится в поздравительной телегравии президента, адресованной дипломатическим работникам. Премьер Михаил Мишустин назвал недопустимую ситуацию, когда бюджетные деньги остаются неиспользованными в конце года. По мнению главы правительства, причины здесь...